Зайдите в спальню, закройтесь на ключ, решите свои проблемы. О чем мы говорим? Вы что, целуете ваших детей? Ох, как это обернется потом. YouTube-канал Муфтията Республики Дагестан представляет. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Ассаламу алейкум на рахматуллахи таалла в баракату. Сегодня я хочу рассказать о самой актуальной теме. Мы говорим о самой актуальной теме и называем несколько тем, потому что выделять какую-то тему из них и считать это архиважно мы не можем. Мы сталкиваемся с этими вопросами постоянно, поэтому приходится каждый раз выступая, объясняя, разъясняя, говорить, что это является важной, важной темой. И один из важнейших, если конкретизировать на сегодняшний день, проблемы — это воспитание детей. И мы должны знать, уважаемые братья, уважаемые сестры, мы не будем счастливы на этом свете, подчеркиваю, на этом свете, и на том свете тем более, если мы не постараемся дать воспитание должным образом своим детям. Да, конечно, есть упущение. Я постоянно говорю в своих лекциях, мы упустили момент. Со времен развала Советского Союза, 90-е годы, когда не было и школьного воспитания, потеряли полностью уважение к старшим, потеряли уважение к учебе, к науке, к преподавателям, к своей религии. И в таком духе, духе лихих 90-х, были воспитаны определенный контингент наших родителей. Поэтому их дети тоже точно так же не знают, откуда его взять, откуда получат воспитание, так как родители не воспитаны должным образом. И сегодня мы видим плоды именно отсутствия того воспитания, воспитания этих родителей лихих 90-х, отображаются в детях. Сегодня, уважаемые братья, 21-й век. И постоянно мы в комментариях видим, что надо не давать детям телефоны, смартфоны, разные виды вот этих гаджетов, чтобы они не интересовались социальными сетями. Но это невозможно уже. Но как можно, допустим, отгородить своего ребенка от гаджетов, от социальных сетей, так как мы постоянно находимся в них. Мы постоянно сидим в них. Поэтому у нас должен быть иной подход. Мы должны их обучать, объяснять. Мы должны говорить, что это палка с двумя концами. Есть хорошая сторона. Сторона, посредством которой мы и на этом свете, и на том свете получим какую-то пользу. Есть другая сторона. Очень нехорошая сторона. Мы должны постоянно работать с детьми. Постоянствовать. Не так, как, допустим, один раз сказали, один раз объяснили, и на этом завершаем. Так как мы сами заняты. Мирской жизнью нет. Раз мы хотим детей, раз мы хотим хороших воспитанных детей, мы должны работать над этим. Мы постоянно в своих лекциях, в маджлисах делаем таргиб. Таргиб — это с арабского на русский, когда переводится, это означает «побуждаем людей». Говорим «воспитывайте своих детей». В хадисах сказано «воспитывать». В Горане сказано «воспитывать». Но иногда задают вопрос, «а как воспитывать? Какие условия есть? Давайте нам какие-то условия, чтобы мы могли вот именно по этим условиям, по этим обязанностям, которые Всевышний Аллах на языке своего пророка и в Горане тоже, который узаконил, что мы следовали. Ошибается тот человек, который думает, что ребенка надо воспитывать с 7 лет, с 6 лет, или с 4 лет, с 2 лет. Нет. Ребенка надо воспитывать с рождения. Даже некоторые ученые говорят, до рождения ребенка, когда находится в животе матери, даже тогда надо начинать воспитывать их, не давать им, то есть имеется в виду, матери ребенка, и ребенка, который находится в утробе, чтобы они слышали нехорошее, чтобы брать не слышали, чтобы постоянно слушали Кур'ан, чтобы относились вежливо к ним, больше, чем нужно, больше, чем мы обходились, обращались к ним до беременности, а после рождения. Как только ребенок родится, пророк, саллаллаху алейху ассаляма, нам поставил определенные законы, правила, посредством этих правил мы начинаем уже с рождения ребенка воспитывать его. Как только родится ребенок, в первую очередь надо оглашать азан. Азан в правое ухо и кама в левое ухо. Почему это так? Потому что человек, как только рождается, он не должен слышать музыку, танцы. Как сегодня мы делаем, как сегодня мы празднуем, начинаем жизнь ребенка именно из харама, из запрещенного, занимаясь удовлетворением своей похоти, своей прихоти, чтобы люди сказали, как красиво он встретил свою жену с роддома, пренебрегая запретами. Огласили азан, огласили икама. На седьмой день дали самое красивое имя. Не имена, которые мы выбрали из каких-то бразильских, мексиканских сериалов. Именно имена, которые были названы великие люди нашей уммы, о которых сам пророк саллилалу алейхи саллилалу и говорил, выбирал своим асхабам имена. Надо выбрать хорошее имя. А мы знаем, самое лучшее имя это Абдуллах, Абдул-Рахман. Дальше можно Мухаммад, Ахмад и так далее, и так далее. Аамина. Не Амина, как некоторые думают. Аамина. Айша. Можно перечислять и перечислять. Человек, если не знает, какое имя поставить своему ребенку, пусть обратится к знающему человеку, он выберет самое лучшее имя. Потом, на седьмой день, режим жертвопроношения. То есть, Акика называется. Акика. Мальчику два барана, а девочке одного барана. То есть, именно подчеркиваю, уважаемые братья, уважаемые сестры, порезав Акику, мы не приглашаем на какой-то сабантуй, на запрещенный, опять же, где есть музыка, где есть алкоголь и так далее, съедая именно сунну пророка, саллилаллаху али-и-васаляма, в запрещенных маджлисах, если так можно назвать, застольях, а именно раздаем, как велел пророк, саллилаллаху али-и-васаляма, желательно не ломать кость и желательно ее раздать в вареном виде, желательно побольше отдать беднякам, можно какую-то часть отдать беднякам, какую-то часть оставить, пригласить, сделать у али-и-и-ма, праздник. Вот так мы должны начинать жизнь нашего ребенка, если мы хотим, чтобы с него был хороший, правоверный человек, послушный. Ученые оставили нам несколько таких условий для воспитания своих детей, иншаллах, мы перечислим их. У арабов есть такой термин, такое высказывание «Ман шабаха абаху фама валам» «Кто похож на своего отца, он не совершил лульму, насилию». То есть он не является притеснителем. Что это имеет очень большое значение? Ученые говорят, любой ребенок, мальчик, он старается быть похожим на своего отца. Если мы посмотрим на своих детей, то, что мы делаем, они стараются делать. То есть мы, родители, до определенного времени являемся их героями. Точно так же мать является героиней для своей дочери. И они становятся похожи, то есть стараются быть схожими в характере. И если ребенок вырастет похожим на отца, значит отец в этом виноват, если он плохой. Если он какой-то родится или будет по жизни плохим человеком, будет плохим человеком по жизни, виноват родители. Поэтому в арабских странах используют этот термин «мен шабаха абагу фанабанан». Кто похож на отца, он не совершил гульму. Он просто последовал по стопам своего отца. Поэтому родители должны быть кидуатом, передается учеными, то есть предводителями, героями для своих детей. В чем именно в правдивости, справедливости. Никогда не должны родители лгать. Очень часто мы видим такую картину, когда допустим ребенка мы забираем допустим зубному врачу, или пусть будет, или так далее, и так далее. Мы говорим «сынок, дочь, не будет больно». Ни в коем случае не нужно это говорить, потому что ребенок верит своему отцу, своему родителю. он обязательно будет слушаться и внимать то, что он говорит. И то время, когда родители говорят «не больно» и становится больно, тогда он поймет «неужели родители против меня настроены, обманывают?» Поэтому надо говорить «сынок, дочь, будет больно немного, надо немножко делать собру». Любой ребенок согласно достоверному хадису по природе он рождается чистым. В хадисе пророка в достоверном хадисе говорится «юладу тифлю аля лифитрати» «Ребенок рождается по природе чистым». Говорит «Фа аба ваху и родители юхав видамихи ау юнас сиранихи ау юмаджисанихи» Родители дают им разные религии. То есть родители или портят их, или наоборот воспитывают их духи ислама, духи чистоты. Ни в коем случае, уважаемые братья, мы не должны противоречить, то есть даже лучше будет сказать, наши действия не должны противоречить нашим словам. Ох, как это обернется потом, ох, как аукнется потом. Это мы по практике знаем. Если человек говорит одно, а делает другое, это не только по отношению к детям, по отношению ко всему это так, но по отношению к детям это особенно, потому что опять же я повторяю ребенок это как чистый лист, как чистый диск, или как допустим в советское время бывали кассеты разные, чистая кассета без записи. Вот на этом, на этой кассете, на этом диске записывает он то, что он видит, то, что он слышит, и кого он часто видит и слышит? Конечно, родителя. В Коране Всевышний Аллах говорит «Авзу биллахи мина шайтаан рожим перевод его смысла о правоверные почему вы говорите то, что вы не делаете? Велика ненависть Всевышнего Аллаха к тому, что вы говорите то, чего вы не совершаете, чего вы не делаете». То есть Аллах объясняет нам, что он гневается, если мы говорим то, что мы не делаем. Мы говорим «Варить сынок, не кури», нельзя курить. Заходит сынок в туалет и чувствует зловоние от курива. Мы говорим сыну «Нельзя пить», находит сын пустые бутылки от разного опьяняющего вещества, начиная от пива и так далее, и так далее. Мы говорим «Варить сын не лги», а сын обнаруживает, что отец лжет, отец обманывает, и так далее, и так далее, можно перечислять и перечислять. Поэтому, уважаемые братья, уважаемые сестры, хотим воспитывать своих детей в духе ислама, хотим воспитывать своих детей в духе здравого смысла, здравого характера, помощниками, чтобы были на том свете. Будем соблюдать эти условия. очень нежелательным является. Ну, если даже можно это назвать нежелательным. Назовем нежелательным, да. Почему? Потому что мы не будем до крайности, как говорится, переходить. Нежелательным является, когда ругаются родители, чтобы слышали дети. Разные бывают ситуации. Мы не ангелы, мы не пророки, не посланники, у нас есть свои недостатки. Когда супружеская пара живет несколько десяток лет, иногда у них бывают и ссоры, иногда недопонимания, даже бывает до рукоприкладства доходят. это жизнь такая, хотя это не является качеством правоверного человека, заниматься такими вещами, но происходит, это мы вокруг видим это все, но мы должны, уважаемые братья, обязаны хотя бы скрывать это все от посторонних людей. Часто я в своих лекциях говорю, когда происходят какие-то ссоры, происходят какие-то недопонимания между супругами, зайдите в спальню, закройтесь на ключ, решите свои проблемы, если не получится по-другому, ругайтесь, но выходите оттуда с улыбкой, ни в коем случае, ваш ребенок не должен слышать звуки ваших ссор, ваши родители не должны это слышать, потому что то, что выйдет из спальной комнаты, обратно занести туда очень сложно. Если муж с женой ссорятся между собой, и это останется между ними, как наши старшие говорят, после первой постели эта ссора завершается, но если это за пределы этой комнаты выйдет, ох, как сложно будет обратно венуть его, особенно когда это слышат маленькие дети. Ни в коем случае не ущемлять своих детей, то есть как это понять, допустим, есть любимец, это мой любимец, мой сын, которому я дал имя своего отца, или дедушке, и так далее, я его очень люблю, ему подарю квартиру, машину, а рядом сидят другие, такие же дети, ни в коем случае. Мы знаем, что именно мальчики, это гордость Кавказа, когда родится ребенок, именно мальчик, мы должны радоваться, сабантуй, устраивай, но это не по исламу. В Коране Всевышний Аллах сказал богатство и сыновья радость в мирской жизни. Аллаху не сказал, что это радость ахиратской жизни, загробной жизни. Это радость всего лишь в мирской жизни. Мы знаем наверняка, мы знаем наверняка, что на том свете именно поможет тот ребенок, который здесь был воспитан должным образом по исламу. Независимо, пусть это будет мальчик, пусть это будет девочка, разницы нет. Пусть это будет ребенок, которому мы дали имя отца, или имя постороннего человека, или просто вернее дали хорошее имя, разницы нет. Потому что в достоверном хадисе пророк салли аллаху али и и и саллим когда перечисляет именно дела, которые помогут ему после смерти перечисляя их подчеркнул пророк салли аллаху и и салли хорошее ребенок, который ему делает дуа, сын, который делает дуа, это относится и к мальчику и девочке, именно подчеркнул хороший ребенок, хороший. Пророк салли аллаху в достоверном хадисе говорит нет ни один правоверный мусульманин у кого есть две дочки и за которым он ухаживает, то есть имеет воспитывая духи ислама, кроме как они становятся причиной того, что он попадет в рай. Именно если человек воспитает двух дочерей, подчеркнул именно двух дочерей воспитал, если он воспитает их духи ислама и они духи ислама будут жить, это станет причиной того, что он попадет в рай. Говорит пророк салли аллаху алейху салли В другом хадисе пророк подчеркивает и требует от нас, чтобы мы не выделяли одного ребенка из наших детей, ущемляя других. Нурман ибн Башир передает, что его отец пришел к посланнику Всевышнего Аллаха и говорит ему, я этому моему ребенку, моему сыну подарил раба, говорит. Пророк говорит, каждому ребенку подарил столько же или его выделил, ему только подарил. Он отвечает, нет, каждому не смог, ему только подарил. Пророк говорит, побойтесь Всевышнего Аллаха, будьте справедливыми по отношению к вашим детям. И потом дальше продолжает Нурман ибн Башир, отец обратно забрал, говорит, тот подарок, который он взял своему сыну. Почему это так? Потому что по практике ученые нам разъясняют, если мы кого-то выделяем, делаем своего любимчика, они будут ненавидеть, подчеркиваю, они будут ненавидеть его, не нас, не родителей, его. Это мы знаем из истории Юсуфа, алейхиссалям. Поэтому даже если мы сердцем кого-то любим, ни в коем случае материально или словесно, каким-то там словами мягкими и так далее, выделять кого-то, мы не имеем права. В другом хадисе пророк, саллиллаху, алейхиссалям, говорит, Когда вы что-то дарите, в подарке одинаково дарите всем, говорит, вашим детям. Но если бы я кого-то выделял бы, выделил бы именно дочерей, а не женщин, но разъясняется, здесь альбана, дочерей выбрал бы. Почему? Потому что они слабый пол, они не могут работать как мужчины. Они больше нуждаются, чтобы мы обратили на них внимание. Ни в коем случае мы не должны, уважаемые братья, уважаемые сестры, как я в начале лекции сказал, пренебрегать воспитанием. Но воспитание это как? Воспитание это не то, что мы сегодня представляем. Мы должны, когда им исполнится, к примеру, допустим, 34 года отправить детский сад, там забывать с утра до вечера, потом школу должны отправить, а потом найти свободное время между школой и между тренировками, найти какого-то, допустим, преподавателя, договориться с ним, чтобы он преподавал. А сам, то есть мы сами родители где-то занимаемся своими там мирскими делами, и когда нас спрашивают, а где твои дети? Ну, там в школе находятся, там, там, мы устроили хорошо и так далее, а мы не знаем, чем они занимаются вообще. Вот то, что я перечислил, детский сад, это обычное дело обычного человека. Это, я не говорю, что это не нужно делать, да, детские сады тоже очень хорошие есть, где обучают, заменяют, подчеркиваю. Заменяют именно родителей, которые не могут проводить со своими детьми время, есть хорошие детские сады, и школа тоже нужна, обучение тоже нужно, но это ничто не заменит твое воспитание. Хотя бы, подчеркиваю, хотя бы, зная нашу жизнь, зная нашу работу, нашу суету, я говорю, обращаясь к вам, именно дагестанцам, зная нашу жизнь, я еще раз говорю, хотя бы час-полтора надо уделять своим детям, хотя бы час-полтора надо садиться с ними, поиграться, подчеркиваю, поиграться, объяснять, что такая религия, спрашивать, какую оценку ты получил, что сказал преподаватель сегодня, и так далее, и так далее. Но не мне вас учить. Это все, это все можно даже представить и внять нормальному, религиозному, разумному человеку. Здесь мы Америку не открываем, разъясняя это все. Мы это все знаем, в подсознании у нас это все есть. Также передается уважаемые братья, уважаемые сестры, нашими учеными, важно для воспитания детей не показывать свою скупость. Ну, конечно, это не относится нашим именно кавказским родителям. Почему? Потому что мы все отдаем, не жалеем своим детям, но все-таки из условий наших великих ученых, которые мы читаем, мы познаем, когда воспитывают детей, условиями сделали, чтобы не были скупыми. То есть, именно одевать сезонную одежду на своих детей, обеспечивать, чтобы они не нуждались, будучи несовершеннолетними. Всевышний Аллах Урани говорит, «Нахну нарзу ухум вайякум», «Я даю им удел, и вам тоже даю». «Мы даем им удел, и вам тоже даем», говорит Всевышний Аллах Урани, перевод смысла. И человек, если думает, если у меня, допустим, много детей будут, как сегодня, вот молодежь думает. Вот я часто общаюсь с молодыми, они говорят, в то время, родительское время, когда наши родители были живы, тогда было спокойно, пять-шесть детей можно было иметь, там семью большую иметь. Сегодня это сложно, сегодня, там, если мальчик родится, даже одного ребенка хватает. Уважаемые братья, уважаемые сестры, о чем мы говорим? Им было легко? Ни в коем случае. Я сам помню, будучи человеком, который родился в Советском Союзе, старший сын, который одевал рубашку, доносил пятый, четвертый, пятый ребенок. Вот так жили. Урани, Всевышний Аллах, еще раз я повторюсь, перевод смысла. Я вам даю дел, говорит, им тоже. Не пугайтесь. Поэтому, проявлять скупость по отношению к детям, ни в коем случае не рекомендуется. В афаре сказано, здесь и передается, Не из нашей умы, тот, которому Аллах дал обильный риск и удел, а он проявляет скупость и не дает своим детям, своей семье. Также, уважаемые братья, уважаемые сестры, очень сильно рекомендуют нам, как мы обращаем внимание, когда ребенок болеет, чтобы побыстрее его забрать к врачу, побыстрее, чтобы врач поставил диагноз, если понадобится, сделать операцию, вылечить и так далее. Мы даже забываем про сон, когда ребенок болеет. Часто же мы говорим, лучше бы я болел, чем мой ребенок. Теряем сон и находим самых лучших врачей в республике и так далее. Точно так же мы должны вот такую активность проявлять в воспитании своих детей в духе ислама. То есть, подчеркиваю, именно в обучении намаза, в соблюдении поста, в обучении религии и так далее. Ни в коем случае мы не должны забывать, уважаемые братья, уважаемые сестры, воспитывать своих детей адапу, то есть, пролежность, красивому нраву. То, что сегодня постепенно, постепенно искореняется у нас. Ребенок, который избивает своего одноклассника, слабее него, становится у нас героем. Когда ребенок, допустим, ослушивается учителя, мы идем, ругаемся с учителем. Это все записывает этот ребенок. И он растет не правоверным мусульманином, а растет хищником. То, что мы сегодня видим. И также мы должны осуждать именно предрассудки, которые идут к нам с запада. То, что вот сегодня, пусть это будет в анимации, пусть это будет в мультиках, пусть это будет в сериалах и так далее, которые вдалбливают в умы наших детей, мы должны порицать их, сажать и говорить, вот этот мультик или вот этот анимационный фильм, вот этот фильм именно объяснять именно те предрассудки, те, ту грязь, которая немыслима не только мусульманину, а нормально, здоровомыслящему человеку. То есть мы должны работать постоянно, постоянно мы должны быть с ним на чеку. Всевышний Аллах в Ур'ане говорит, «Аудзу билляхи мнас шейтана рожим» «Ва амур ахляка бис сада вастабир алейха» В переводе его смысла. «Повелевай своей семье намазу, постоянствуй на молитве». То есть постоянно повелевать мы должны намазу. Почему именно Аллах намаз сказал? Потому что намаз — это основа религии. Если мы намазу начнем повелевать, туда входит все остальное тоже. Под намазом входит все, все обязанности, которые Аллах обязал нас. В итоге, что я хочу сказать, уважаемые братья, уважаемые сестры, все воспитание, которое мы должны отдать своим детям, мы должны его давать мягкостью. Ни в коем случае мы не должны ругать их, кричать на них, бить их, если они этого не заслуживают. Мы должны их предупреждать один раз, два раза, три раза, потому что милость по отношению к людям, по отношению к детям — это является обязанностью правоверного человека. В хадисе пророка, саллиллаху алейху ассалям, даже случай был, я лучше буду, наверное, сказать, случай был, был один бедуин, Акра'а его звали, Акра'а ибн Хабис, однажды зашел к посланнику сегодняшнего Аллаха, это достоверный хадис пророка, саллиллаху алейху ассаляма, и видел, что посланник Всевышнего Аллаха целует своего ребенка. И он спросил у посланника Всевышнего Аллаха, возразил, что ли, можно сказать, «А тукаббилуна ауладакум?» Вы что, целуете ваших детей? Ророк, саллиллаху алейху ассаляма, на него, когда посмотрел, он дальше продолжает и говорит, «У меня есть десять детей, я ни одного не поцеловал». Посланник Всевышнего Аллаха говорит, «А ва амлику айякуна кадназа Аллаху мин каблика ррахмя?» «Чем же я вам помогу, если Всевышний Аллах лишил вас милости?» Субханал, как красиво пророк сказал. Дальше продолжает. «Мал ла ярханну ла юрханну» «Тот, который не проявляет милости, по отношению к нему тоже не проявляет милости». Поэтому, уважаемые братья, уважаемые сестры, ни в коем случае мы не должны думать, воспитывая своих детей в духе ислама, мы должны быть тиранами, постоянно должны ругать. Нет, ни в коем случае, мы должны быть друзьями, мы должны находить общий язык с детьми, чтобы у своего сына самый лучший друг был отец, у своей дочери самая любимая подружка была мама, чтобы они делились самыми сокровенными, чтобы получили красивый совет. Вот так мы должны воспитывать своих детей. Валлах! Если мы так будем воспитывать, именно в духе ислама вот так будем воспитывать, непременно Всевышний Аллах даст хорошие плоды. Но если вдруг не будет этого, если мы старались, если мы поднимали их на утреннюю молитву, если мы им давали должное воспитание, обучали религии и так далее, и так далее, Аллаху Таалу не направил их на истинный путь, Аллаху Таалу им не дал понимания истины, тогда мы на том свете не будем виноватыми. На том свете нам есть что сказать, обратиться к Всевышнему Аллаху. О, Аллах! Мы старались. Мы делали, как Ты велел нам. Мы делали по суне пророка, саллиллаху алисаляма, но направляющий Аллах Ты, Ты не направил его, мы можем обратиться к Всевышнему Аллаху и будем спасены от наказания, отсутствия воспитания своих детей. Дай Аллах нам возможность именно сегодня, в 21 веке, когда идет полная деградация молодежи, чтобы мы могли воспитывать своих детей в духе ислама. И также самое главное, чтобы мы сами были воспитанными. Алхамду лиллаху. Ва салату ва саламу аля Расулли Ла. Ва саляму алейкум марахмату Аллахи таалу баракату.